Тони Хоук 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 Ну, точнее, пираты, которые любили вместе с текстом переводить и внутриигровые скрипты. И, естественно, это приводило и в полную неработоспособность. Самые элементарные задания не выполнялись, как бы ты ни старался. Даже помню, был журнал «Великий дракон», и они были согласны с нашими действиями, но русская версия была просто непробиваема. Только спустя несколько лет, когда у меня у самого появилась старая Сонька третьей модели, которую я, кстати, честно выменял на ведро фишек. Мне удалось раздобыть английские версии, и, наконец-таки, мечта полностью пройти Тони Хока осуществилась. Были открыты все секреты, все видео, которые мы так любили смотреть. И, кстати, меня всегда прикалывал тот момент, что игра названа именно скейтера, который профи в стиле верт, то есть преимущество рамповом катании. А сама игра, в принципе, пропагандирует стритовый стиль. Но это, конечно, никак не влияет на то, что игра буквально сразу стала хитом. С момента выхода Тони Хоукс про скейтер до нынешнего времени вышло огромное количество игр этой серии. Это еще не считая многочисленных портированных версий. И, пожалуй, было бы неплохо пробежаться по некоторым из них. Отцы игры — компания Neversoft, как и некоторые другие компании, чтобы не ждать, пока их игра распространяется во всему миру, буквально сразу начинают работу над новой. Думаю, именно поэтому Тони Хоки выходили с интервалом в один год. Одним из главных козырей, я считаю, конечно же, саундтрек игры. Он всегда был очень шикарен, и некоторые, если услышат песню TNT группы ACDC или же Ace of Spets от Motorhead, могут сказать «О, это же песня из третьего Тони Хока». И будут правы, так как многие познакомились с такой музыкой именно из этой игры. Но, естественно, начну с самой первой части. Возможностей было тогда не очень много, но зато реалистичность более приближена к реальности. Особенно, если сравнить с остальными частями. Задания были не очень сложные, но чтобы их выполнить все, нужно хорошенько привыкнуть к игре и к хитростям управления. По времени прохождения она, наверное, самая короткая, так как уровней в ней не так много. Вторая часть принесла огромное количество изменений в геймплей. Проходя уровень за уровнем, нужно было искать деньги или зарабатывать их, проходя миссии, за которые можно покупать новые доски, трюки и прокачивать своего скейтера. Кстати, в отличие от первой части, здесь добавили возможность создавать своего собственного персонажа. Ну и, как я упоминал в начале, появились секретные герои, например, такие как Спайдермен. Втиснуть в игру он, кстати, был не случайно, чтобы просто удивить и все, а с целью небольшой рекламы новой игры под Человека-паука, тех же Неверсофт, которая, кстати, для меня до сих пор является лучшей среди всех когда-либо выходящих. Также в игре была еще одна рекламная кампания, так сказать. Опять же, игра от разработчиков. На этот раз это была игра в честь Мэтта Хоффмана, известного BMX-райдера. К слову, она была весьма не дурна, но до звания хита так и не добралась. Поэтому ее нечасто можно было встретить в магазинах с дисками для первой соньки. Третья часть уже сильно отличалась от остальных. Теперь доски надо было находить по уровням самим и собирать токены, чтобы прокачивать свои статы. По динамике и трюкам игра стала гораздо лучше, но все же чуть слабее, чем вторая часть. Конечно же, небольшие недочеты не помешали игре продолжить традицию, что Тони Хофф это неопровержимый хит и культовая игра. А все потому, что на Неверсофт вложили больше сил в версию для Валстейшн 2. И там уже было куда больше бонусов, нежели для первой соньки. Особенно игра за Росомаху. Хорошо, что игры получились все же немного разные, а не тупо одну портанули и все. Вот четвертая часть в то время была неким переворотом. Карты стали огромные, таймер пропал и появилась свобода действий. Можно было кататься и найти иконку с заданием, выполнить его, получить очки и продолжить путешествие. Это было очень интересно и очень круто. Но если сравнить ее с версией для второй соньки, то видны сильные отличительные черты. Халтура налицо. Разработчики, видимо, сделали это специально. Мол, смотрите, что значит новое поколение игр. От досады ты садишься за второй соньку и увидишь абсолютно того Тони Хоука, которого ты ждал. Задания стали еще безумнее, сложнее и от этого еще интереснее. Теперь не нужно было проходить одни и те же уровни разными скейтерами, чтобы открыть все видео и секреты. Просто достаточно выполнить все обычные задания своим созданным героем и потом уже специальный отпрос скейтеров. В общем, четвертый Тони Хоук удался на славу, но правда только для второй Плейстейшн. Ну и позже на PC. Пятого Тони Хоука мы так и не дождались. Неверсофт перезапустили серию и сделали совершенно новую игру про скейтбординг. Тони Хоукс Андеграунд. Настоящим бумом для игроков стало то, что в игре появился сюжет. И причем весьма толковый, и он отлично вписался в общую картину геймплея. Самое забавное, так это концовка, где вы катаетесь на концерте группы Киз. Да, многое, конечно, взятое с четвертой части, но в целом игра была инновационной, что не всем нравилось. Игре не хватало былой хардкорности, но зато Неверсофт сполна наградили фанатов серии абсолютно безумным продолжением Тони Хоукс Андеграунд 2. Помимо звезд скейтбординга в игре присутствуют ребята из шоу Джек Эс. Главной идеей игры является трешу и угора и вору и построить свой собственный парк с Блэк Джеком и скейтерами. Игра получилась настолько хитовой, что ее портировали на все, что можно, включая PC и PSP. А тем, кому больше по душе старый добрый Тони Хоук образца первых частей, добавили режим классики, включив в него помимо карт из игры несколько из стареньких. Вдохновленные таким успехом Неверсофт выпускают очередную часть серии Тони Хоук Американ Вестланд. Не самую удачную, конечно, но куда более хардкорную, чем остальные. Из нововведений здесь, например, то, что нас немного научит паркуру, а так в целом это альтернативная версия предыдущей части. Атмосфера стала немного непривычной, если раньше все было в урбанистическом стиле, то здесь вас ждет настоящий панк-рок, что порой не может не радовать. И видимо с этого момента Неверсофт стали подкисать. И результат тому самая провальная часть серии Тони Хоукс Проект 8. Сделана она была уже конкретно под PlayStation 3 и портирована, причем ужасно на PlayStation 2 и PSP. И понятно, как это могло так получиться, то ли сроки поджимали, то ли лень, то ли желание сделать эту часть самой худшей, чтобы все остальные более удачные выглядели как-то лучше обычного, что ли. Но тем не менее, эта игра стала главным разочарованием для любителей серии. Казалось бы, уже хуже не будет, и нервы фанатов потрепала очередная провальная игра Тони Хоукс Даунхилл Джем. Но не в титрах и на коробке вы не увидите логотип Неверсофт. Так что можно сказать, это не их работа, значит это не их вина. И слава богу. После Проекта 8 Неверсофт делает последнюю попытку сделать отличную часть Тони Хоука. Но из этого получилась всего лишь копия первого андеграунда с элементами slow motion эффектов из Проекта 8. Надо сказать, что игра весьма неплоха, но все равно не дотягивает до хита. Тем более, что в тот же год вышел первый скейт от Electronic Arts, и все любители виртуального скейтбординга переметнулись в другой лагерь. Хотелось бы, чтобы на этом история закончилась, но закончилась она только для серии Тони Хоук от Неверсофт. Я очень надеюсь, что однажды они снова появятся с великолепным Тони Хоуком, которого все еще ждут преданные фанаты. Утрут нос всем скейтсимом и покажут, кто здесь папочка. Ну а Activision все пытается вместо джойстика перетащить игроков на пластмассовую доску для Тони Хоукс Райт и Шредд. Но по оценкам и множественным недовольствиям уже понятно, что даже и пробовать не стоит. Надеюсь, вам было интересно узнать или вспомнить игры из этой культовой серии. Если вы хотите поближе познакомиться с одной из частей, то не упустите возможность и обязательно сделайте это. В версиях для PC можно играть в онлайн, правда, если вы начинающий игрок, то вас могут напугать маньяки, которые ни на секунду не перестают наворачивать трюки, собирая очки миллионами. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. С вами был Бойсовский, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!